под нашему категории права по 200 килограмм чтобы у нас стандартная семья наша двое взрослых двое детишек спокойно комфортно отдыхала чтобы была горячая холодная вода чтобы у нас было единой энергии какие-то независимые мы были и не было чтобы хорошо на отдыхе привет друзья сегодня будет очень интересный выпуск потому что мы в гостях у московской компании family campers ребята не побоялись сначала построили партию караванов и начали сдавать их в аренду научились строить правильно чтобы это не ломалось чтобы это выдерживал российские условия и после этого начали уже продавать их на рынке поэтому будет интересно но в автодомах достаточно давно примерно года с 12 катались на многих там немецких французских автопромах решили сделать свой арендный автопарк и на самом деле начать с арендного бизнеса от работы посмотреть отзывы наших клиентов посмотреть какие недостатки негатив сразу выяснить и соответственно за три года мы построили в арендном парке порядка 10 прицепов всех откатали каждый раз ты был новый рестайлинг то есть первые три прицепа вторые три прицепа каждый раз они улучшались где-то убирать где-то дорабатывались и постоянно они облегчались постоянно добавлялась энергосистему увеличилась площадь остекления после трех лет аренды уже поняли что мы готовы выходить в рынок готовы показывать нам не стыдно мы готовы давать гарантию годовую на эти прицепы готовы двигаться дальше готовы давать клиентам то что они хотят не просто какой-то там единый типовой проект нет нас все меняется может любой цвет любой любой эргономика что хотите но естественно где-то подправим расскажем посмотрим и на этом прицепе у нас вольтся рама алка и ось алка соответственно все сделано с запасом ось рассчитана 1350 килограмм то есть более чем два раза чем сам вес прицепа соответственно запас прочности в два раза два раза соответственно рамом себя по периметру прицепа идет соответственно мы одни из немногих кто ставит даже на эти легкие прицепы тормоза она комфортно с ними кататься ну разумеется с горы все-таки и тем более если буксировать таким ну не очень тяжелым там легковым автомобилем будет комфортно с тормозами согласен протестили то есть на наших серпантинах крыму то есть соответственно в абхазии на озеро лица поднимались на наших соческих серпантин все хорошо и тормоза на прицепе не греется потому что с запасом и соответственно автомобиль не напрягает свои у нас базе две подвески идут идет либо резино-жгутовая подвеска и скандус там по асфальту катается либо чуть дороже она ставится независимая подвеска который скопированы с австралийской фирмы black black серии с дообразные рычаги независимые это круто два амортизатора на колесо с возможностью установки пневмы узнается здесь профиль истоковских фургонов я так понимаю что вы с ними сотрудничаете но что когда компания от наши партнеры мы с ними давно вместе дружим сотрудничаем мы для них что делаем они для нас еще один важный вопрос это сэндвич панель она здесь какой толщины и что за слой теплоизоляционный используется здесь не смотрите толщина у нас 30 миллиметров стандартная то есть испытанная ну и соответственно снаружи пластик внутри пластика то есть по сути это вечная стена нам гнить по сути нечему салют на цереберке с детьми были в минус 27 дети шорта ходили а толщина пола 45 45 тот же изоляционный слой там да 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 место там сама вот фанера на побольше тоже под заказчика было да да вот какие у него были особенные там пожелания что вам пришлось здесь додумывать пожелание что было не встроена варочная панель и переносная варочная панель пожелание что у нас были выдвижный холодильник не как дома холодильник он решил так сделать я заранее увидел вот этот рундучок который я так понял что еще будет требовать до какой-то там доработки но это за это экспериментальная модель к нас то есть вот он выдвигается соответственно здесь у нас планируется плита здесь нас планируется мойка моечка да то есть можно готовить внутри когда плохая погода ну там утром до чайничек поставить вишенку а если хорошая погода тент да просто палатку поставили сбоку и здесь собственно вся кухня будет происходить так ну что пойдем тогда внутрь для попробовать да здесь можно кстати сразу посмотрите у нас вход это у нас полочки для обуви для взрослых и детишек вот они большие ящики довольно таки они вас туда все поместится конечно и плюс туда увидим подогрев стучок сушиться на это у выдвижные ящички под одежду получать с детские койки а какое-то ограничение по весу вы здесь устанавливаете просто ограничение 200 килограмм на каждую давай запасом то есть любой взрослый человек то есть четыре взрослых человека могут здесь мы же можем аренда пришли все то есть верхняя и но они но я смотрю все выпилена чтобы проветривалась в одно дело чтобы вас была вентиляция там же подогрева идут а второй момент чтобы это еще было по весу облегчить конечно эту конструкцию то есть у каждого спального места еще немаловажно есть окошко москитная светочка вот это важно и подсвечник вообще шикарно там еще зарядочка и зарядка и резьбе шикарно внутри очень симпатично особенно цвет это вот заказчик попросил ли вы предложили заказчик попросил чтобы темная была столяша чтобы у нас были салатами мята так называть заметно но можно выбрать человек приходит и смотрит какие у вас всегда варианты по декору то есть в круг три окна на самом деле респект заказчику потому что но многие в этом отдайте там 1 форточку не хватит и все но мы сейчас же принципиально ставим только большие то с вами полки очень крепкие я вот просто беру так шатаю и я понимаю что здесь можно поставить любого веса какой-то груз понятно что тяжелый не будешь наверх ставить чтобы не упала вот и здесь тоже понравилось очень то что все на доводчиках и сами по себе шкафчики вместительные понятно что здесь вверху что-то полегче можно здесь потяжелее кастрюли всякие тарелки ложки все поместится ну и там что-то можно под вещи еще выделить мебель пустая внутри то есть вот этот размер весит 800 грамм а вот про это я хотел спросить я тоже смотрю газ лифтики но такие довольно таки ну слабые я смотрю они они поднимают вот эту довольно таки с виду громоздку крышку то здесь у нас такая внутренняя будет кухня какие там столовые приборы можно сложить и как ты сказал заказчик будет использовать здесь свою плитку газовую там даст санговым баллончиком если захочется то приготовить откроет это окошко чтобы туда этот жар уходил и вот здесь да мы с тобой видим альпикуль всеми любимый работает кстати и сразу тогда по электрике раз я уже оказался здесь возле пультика мы потом еще с улицы посмотрим здесь значит мы управляем освещением смотрим остаток зарядки аккумулятора я смотрю здесь еще есть избирать прикуриватель да прикуриватель 2 избежки так здесь мы управляем светом да как красиво все это насос чтобы подать воду в систему и это это наружный свет под тентом так ну с кухней понятно холодильник ящичек здесь у нас гостиная которая превращается в спальню размером скрывается на рельсике и размер у нас здесь получается два чистых метра на метр пятьдесят а ну в принципе можно и больше видно что пространство позволяет побольше бак поставить еще осталось место для багажа а с той стороны просто обычный багажный так здесь розетки 220 но работают если мы подключимся до или от инвертора не то есть у нас одна у нас получается розетка этот берегового питания вторая розетка то мир все логично соответственно по кругу сделаны вентиляции обогрев то есть может этот отопитель работать просто как продувка воздухом можем продувать а может обогревать он обогревать здесь у нас три точки санузел . и багажник . плюс вся мебель между собой соединена как на яхты вентиляции то есть если где-то что-то вдруг протекло продуется и высохнет нам осталось посмотреть туалетную комнату что очень важно для путешествия смотрите друзья здесь мы видим душевой поддон умывальничек садки ну прям вот так покажу вам все туда льется вода умылись закрыли наверх вся вода слилась и вышла наружу значит запас воды 65 литров для 65 литров и газовый бойлер проточного типа да то есть буквально открыл кран все горячая вода полилась так ну здесь по моему все посмотрели вот надо показать еще люк мне кажется да с подсветкой смотрится шикарно пропускает сюда свет если очень кто-то попросит да можно кондиционер поставить бывает да такое а вот так вот такой пазл в эту сторону интересно раскроет понять здесь обычный переносной кассет на обычный биотуалет кубик от фото да он сказал что будем так то так то у нас соответственно здесь нижняя часть кофра это здесь на живет запаска вот это очень оригинально да и не стою сейчас не будет скоро лежит лопаточка заправка для автоном очки и баллон до все значит ну еще место много для всякого там барахла типа там шланги провода когда авторы до удлинители всякий злободневный вопрос сейчас в youtube и интернетах по поводу нагрузки насыпное устройство как случилось я вам дать как вот он сейчас сейчас я вам покажу энергосистему да а потом и лапа заднюю берем я покажу вот это будет самый наглядный вариант вопрос не морочились как потому что это больная тема порядка 30 килограмм ну вот тут литий стоит 140 ампер часов сборка до ваших да да наша сборочка здесь нас стоит инвертор на небольшой здесь всего чисто синус правда на киловатт ничек контролю солнечных панелей у нас пошел киловатт это круто в принципе то если они честные то это вот более чем достаточно там даже нагрузим там зарядочки то есть и у нас внешняя зарядочка вот подключились вот и сейчас мы покажем кадр то что что на крыше стоит солнечная панель мощностью 280 280 ватт вдали кстати там как раз отопитель на который работает от дизеля повторюсь что может просто нагнетать в воздух а может обогревать все просто и понятно если что-то с электрикой сюда заглянул посмотрел так сейчас покажу нагрузку секунду заберем ну да попробую вдруг ты этот тянешь гири там эти это за это ну да ну да 30 может быть первые прицепы собрали и поняли что у нас там ну по килограмм что-то под 100 было и потом уже заморачивались переносили обновлась там 8 часто и сдвинули все красиво все хорошо то есть можно сюда немножко что-то подгрузить сзади там вещи ну то есть как-то равновесить мы при желании если человек хочет точно знать сколько у него на фаркопе можно предложить там весы какие-то или ногу с весами да стабильно нога с весами но здесь он уже стабильно он регулируется как удобно хочешь будет 30 хочешь будет 40 хочешь 50 хочешь будет мой и важный вопрос которые все будут обязательно спрашивать в комментариях ну приблизительно стоимость этого этого каравана ну и от какой цены у вас начинается в целом смотрится вот конкретная базовая версия которая включает литьевые аккумуляторы там панели солнечная вода то есть полностью караван под ключ с которым ничего делать не нужно ничего то есть я увидел победил воду залил и поехал отдыхать он начинается 1 и 2 миллионов одна целая десятка есть и это у нас на обычной подвески если мы хотим независимый там немножко подороже миллион четыреста пятьдесят вот такой то есть там будет вся эта мебель спальные места отопление водоснабжение запас воды варочная панель будет здесь и нет она будет то есть от миллион двести но ты точно очень интересное приложение на данный момент нам стоит подумать друзья денис спасибо большое за рассказ было очень интересно наконец-таки увидеть поближе ваше изделие надеюсь что наши подписчики зрители тоже увидят и захотят приехать посмотреть что я вам очень советую сделать друзья если вы рассматриваете себе семейный караван в легковой категории то family campus мне кажется очень конкурентное предложение на сегодняшнем рынке и более того качество видно и можно его пощупать главное руками убедиться что это действительно для наших дорог и будет жить пожить было всегда еще показать доезжать посмотреть ссылка и контакты в описании к видео всем пока так это значит двухосник дают про то что говорил от которой длиной 530 у него тормоза на две оси независимая подвеска это вот этот рецеп который скопирован с австралии с австралии я сразу угадал скажем по форме это тоже по вашей схеме по вашей задаче сделал исток да вам построил исток только в одном нареза модуль мы все собрали раму естественно все драмы я понял подвеска другая да все другую то есть вот этот вариант он у вас как бы в полу скажем готовом состоянии то есть человек который захочет себе вот такой класс прицепа он может приехать попросить ребят хочу вот сюда это 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 ну и собственно через там месяц-два уместить месяц до получить уже готовые изделия отправиться в путешествие а внутри что-то сейчас есть на данный момент и он пустой не пока пустой ну буквально я думаю в конце начале сентября мы с вами еще раз встретимся надеюсь за эти да с удовольствием будете мем проезжать друзья поэтому пожалуйста напишите в комментариях по поводу двухосника хотите ли увидеть мы хотим вот поэтому будем ориентироваться на вашей реакции и ждать момента когда появится покупатель можно посмотреть одноосный прицеп тоже независимой подвески а вот здесь рычаги там покажет модные диски да да мы стараемся даже такая все таки игрушка прицеп на стиле да 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 на они все на хороших колесах то есть тоже в таком в состоянии готовности да уже там то что-то установлено могу показать это вот тоже под клиента прицепчик я уже сейчас санузел сделали пусть играла по два дорогих велосипедов опускается все здесь полочка как он они вдвоем все время здесь дам про запасная вот его можно будет посмотреть приехать там через неделю он будет готов